Ранний ленд-лиз от России, который был в Лимане, перед этим ленд-лиз был в районе Изюма, а до этого еще и на Киевщине, Сумщине и Черниговщине. Вот если с учетом всех трех российских ленд-лизов, то действительно российская армия нам передала в полтора раза больше техники, чем наши натовские партнеры. Танков, в основном это танки, это БТР, это некоторые системы ИСАУ и гаубицы буксируемые и некоторые системы радиоэлектронной борьбы. Потому я думаю сейчас и на правом берегу Днепра в районе Херсонщины будет четвертый ленд-лиз, которым воспользуются уже украинские войска, которые дислоцируются также на правом берегу. Ви самі вже заговорили про Херсонщину. Аналітики говорят, что на 20 км просунулись, ну это зранку, сейчас уже останні карти, нібито, показывают, что значительно больше. Яка ситуация на Херсонщине? Ну и от мы чули вчера заяви від американских чиновников и европейских посадовцев про те, что до зими треба встигнути, потому что далеко изменится погода и будет очень тяжело. На правобережье Херсонщины там наблюдаются два плацдарма. Один плацдарм, который от Херсона до ГЭС Каховской, второй от Каховской ГЭС и на северского Нокривого Рога. Вот южный плацдарм – это Херсонский, северный плацдарм – это так называемый Береславский. Сейчас украинская армия начала деоккупировать этот Береславский плацдарм. Сначала была попытка отрезать от Давыдов-Брода в сторону Береслава этот плацдарм, полностью взять его в котел. Российская армия поняла, что у них будет такой же котел, как и в Изюме, потому начала отходить. Отход действительно уже около 30-40 километров на юг. Они уходят. Сейчас линия фронта где-то на травверзе Мылового, южнее Дуча, проходит. Украинские войска, я думаю, в ближайшую неделю зачистят этот плацдарм и постараются выйти к Каховской плотине и как-то перекрыть эту уже саму плотину с правого берега. Российским войскам останется уходить в сторону Херсона. Ну а вот дивіться, а чим может ответить Россия? От тоже есть такая версия, что отправят туда этих мобилизований, новоприбулих військовослужбовцев российских. Это не будет ответственно? Они не затримуют этот наступ? Вряд ли их туда отправят, так как они еще не готовы. Максимум, куда их могут отправить, это в Крым или, может быть, в район Мелитополя. Сменить тех уже готовых и воевавших российских солдат, которые воюют как минимум полгода. То есть сейчас будет переброска с левого берега из района Мелитополя и Каховки на правый берег. Она уже сейчас происходит с живой силы, но плотность войск на правом берегу не даст российским войскам удержать наше наступление. Наступление идет не фронтальное, а фланговое. То есть мы пошли с севера на юг вдоль их фронта, который они несколько выстроили, несколько линий фронта. И именно это они не успевают отрыться, они не успевают провести определенные инженерные мероприятия для того, чтобы удержать движение украинских войск. То есть в правобережье район Береслава в ближайшее время украинские войска заедут. Спасибо. Спасибо.